Это критические вещи, на которые стоит обращать внимание. Дальше по нашему объекту пройдемся посмотрим. Всем привет! На днях наша съемочная команда вернулась из Санкт-Петербурга, где на протяжении пяти дней мы снимали команду из очень хороших специалистов по отделочным работам Бульбаш Прай. В этом ролике они возведут перегородку из гипсокартона по всем правилам. Кто понимает, тот даже по звуку определит. Покажут, какие ошибки люди чаще всего допускают при работе с этим материалом. Вот этот вот угол, который отломан, за это отвечать должен человек, который занимается гипсокартоном. Как правильно выбрать гипсокартон и как сделать так, чтобы он со временем не дал трещины. Когда мы берем одного производителя, полностью их систему, мы получаем гарантию на качество. Благодаря этому у вас не будет трещин ни здесь, ни здесь. Ну что, приятного просмотра! Что же мы сейчас будем делать? Ребята, как и все нормальные строители, начинают работу по возведению гипсокартоновых перегородок с проекта. Они создают 3D-визуализацию в программе SketchUp, отталкиваясь от монтажного плана и плана расстановки мебели. Начинается монтаж с подготовки направляющего профиля. Сторону, которая будет примыкать к потолку и стенам, они обклеивают демпферной лентой. В первую очередь она работает как шумоизоляция. Ну а также профили с ней намного лучше ложатся на неровные поверхности. Используем профиль от компании Knauf 50 на 50. Затем ребята обеспыливают поверхность, на которой будут возводиться перегородки. И начинают крепить профили по лазерному уровню в соответствии с проектом. Для более точного монтажа парни используют так называемую магнитную мишень. Она позволяет устанавливать профиля с точностью до миллиметра. Для этого вам нужно устанавливать уровень немного дальше от места, где пойдет профиль. Ну и, конечно, не забывать учитывать это расстояние. После того, как ребята установили направляющие профили к потолку, полу и стенам, они прокидывают будущие коммуникации, электрику и сантехнику. Так как потом это будет немного сложнее сделать. В местах же, где мешается профиль, он просто разрезается и прижимается к потолку. Затем приступают к установке стоечных профилей. Они их, кстати, почему-то называют лесом. Для этого при помощи лазерной рулетки отмеряется высота каждого профиля от пола до потолка, вычитается один сантиметр и записывается на бумагу. После чего все профили нарезаются по этим размерам и устанавливаются. Кстати, на этом этапе работы ребята нам показали один простой и в то же время очень полезный лайфхак, которым почему-то не все пользуются. Прежде чем выставлять стоечные профили, загляните в план электрики и заранее посмотрите, не попадают ли на них будущие розетки. Если да, то попробуйте подвинуть все стоечные профиля так, чтобы они не пересекались с розетками и выключателями, и при этом расстояние между профилями тоже не менялось. Это можно сделать как в программе, так и прямо на месте, перенеся розетки с плана на пол рядом со стеной. Профиль у нас известен, мы всегда делаем через 400 миллиметров, потому что считают для квартир это оптимальный размер, необходимая жесткость набирается. Что, к примеру, при шаге 600 недостаточно. Есть риск того, что поведет конструкция, потому что важные процессы гипсокартон подкручивает иногда. А 600 это только коммерция какая-то, промообъекты и тому подобное. Поэтому у нас идет шаг 400. Что же мы сейчас будем делать? Мы, к примеру, знаем, что у нас идет вот здесь блок розеток. Наша задача, чтобы у нас два профиля с шагом в 40 сантиметров не попали именно на наш сам блок. Благодаря этой процедуре вы не будете мучиться и пилить стальной профиль коронкой для гипсокартона. И самое главное, не будете нарушать лишний раз жесткость конструкции. На этом же этапе мы формируем и дверные проемы. Они выполняются из тех же профилей, только с деревянными брусками внутри. Для этого мы напиливаем деревянный брусок. Причем на небольшие кусочки, поскольку даже высохшее дерево может со временем изогнуться и искривить наш профиль в будущем. Брусок не цельный, чтобы его не крутило, не вело. Давайте на камеру посмотрим, какую он имеет геометрию. И даже видно, что он изогнут. Я думаю, на камеру будет хорошо. Но, как видим, это у нас сухой, строганный и сращенный брусок уже из кусочков идет. И даже на нем его ведет и крутит. Затем засовываем деревянные обрезки в профиль и получаем жесткую конструкцию, на которую можно вешать двери. Да, кстати, и тут ребята тоже дают еще один полезный совет из своего опыта. Для того, чтобы быстрее установить все стоечные профиля, сделайте заготовку из такого же профиля длиной с нужным вам шагом. В нашем случае это 40 сантиметров. Ставьте его между профилями и можете крепить всю нашу конструкцию просекателем. Выставим под угол 90 и просекаем вторую сторону. После начинаем монтаж листов гипсокартона. Так, ни в коем случае не кладем листы на бетонное основание. Обязательно оставляем зазор. Для этого мы подкладываем под листы обрезки. У нас вот подкладки сами с гипсокартоном подставили. Толщина там 12,5 миллиметров этого достаточно. Этот зазор необходим для, опять же, компенсации линейных расширений, каких-то подвижек и тому подобных моментов. Это обязательно мы его оставляем везде на первом и на втором слое. Впоследствии мы его пропениваем, чтобы туда никакой-то мусор не попал и тому подобное, чтобы все равно гипсокартон мог свободно играть и расширяться. Кстати, спонсор этого ролика компания Краб Системс. Компания занимается производством профильных систем для гипсокартонных и натяжных потолков. У них есть очень интересные решения для потолков из гипсокартона. Это парящий и теневой профиль. При использовании таких профилей гипсокартон на потолке никогда не даст трещину, даже если дом даст усадку. Технологии Краб Системс Гипс полностью отвязывают потолок от стен. Ну, короче, грубо говоря, он просто висит в воздухе на подвесах. Также, кстати, они делают теневые плинтуса, которые только-только входят в моду. Еще компания славится своими техническими картами. То есть на каждый продукт у них есть пошаговая инструкция, ссылки на которые есть в описании. На первом слое гипсокартона мы используем 25-е саморезы, на втором – 35-е. Главное, чтобы он имел длину на 10 мм больше, чем материал, который вы прикручиваете. Листы необходимо крепить в шахматном порядке, соблюдая разбежку. В нашем случае в одном месте ее нет. Но в будущем от этого места у нас будет строиться еще одна перегородка. Нарезать гипсокартон можете либо ножом, либо погружной пилой. Это ваше дело. Но погружная пила может отрезать более тонкие и точные кусочки. Если саморез плохо зафиксировался, например, потому что прокрутился, то смело рядом крутим еще один. Просто опять берем ленточный шуруповерт и на расстоянии в 2 см прокручиваем, дублируем. Несмотря на то, что стены будут зашиваться в два слоя гипсокартона, ребята все равно заполняют швы первого слоя гипсовым раствором. Делают это для того, чтобы у них не треснул или не согнулся в будущем второй слой. А такое, кстати, может произойти легко, если в щель между листами войдет саморез. Для этих целей мы используем обрезок трапециевидного провила, так как оно более жесткое. Ну, как правило, обычный вот у нас шпатель, он может прогибаться. И если мы его приставим, то он практически повторяет нашу эту кромку. Чего нельзя практически сделать при любом положении с помощью провила. Поэтому мы тянем провилом и обычным маленьким сотым шпателем. Прежде чем обшить стену на первый слой гипсокартона с двух сторон, нам необходимо полностью прокинуть все коммуникации. В нашем случае это кабеля для будущих розеток и выключателей и закладная под HDMI. Кабели для розеток ребята выводят таким образом, что в будущем, когда они будут делать отверстия для подрозетников, не повредить их коронкой. Для этого они их просто выводят с другой стороны утеплителя, а потом достают его руками прямо через него. Так, вот сейчас опять же по вате и по монтажу. У нас, смотрите, вот здесь у нас будет с той стороны и с этой подрозетники. Здесь будет под телевизор на высоте 90 сантиметров, а с той стороны на высоте метр два сантиметра. Соответственно, мы выводим все кабели с этой стороны, отшиваемся. И потом, когда нам нужно будет вырезать под подрозетники, мы сразу с той стороны выпиливаем и можем подтянуть кабель на себя. Так он у нас будет здесь. Ну и как бы пятерку, эту вату, ее легко будет раздвинуть и вытянуть. И потом мы уже засвернемся с этой стороны под подрозетники, которые будут с этой стороны. Ну, это один частный случай. А дальше вот как у нас соседний тоже опять же. Здесь будет телевизор с той стороны и блок розеток там метр с копейками. Соответственно, мы выводим с этой стороны. Когда мы высверлим, мы просто эти все, этот провод и под UTP, гофру мы вытянем в ту сторону. Тем самым при сверлении мы не повредим наш кабель. У нас такие случаи были, и это чисто наш опыт. Так что как бы как лайфхак берите на вооружение. А, и вот здесь, опять же, где мы закладывали электрику, вот у нас на выключатели, на все. Все кабели у нас уложены с той стороны. И опять же, мы высверлимся с этой стороны, выведем их сюда без проблем, и кабель останется целым. Используется очень мягкий утеплитель, чтобы он ни в коем случае не давил на гипсокартон в местах прохождения коммуникации. Разумеется, вата тут играет роль не утеплителя, поскольку перегородки межкомнатные, а скорее шумоизоляции. Процедура обязательная. Так как если перегородки оставить пустыми, то они могут резонировать, или, как сказать простым языком, короче, просто будут усиливать шум. Следующим этапом ребята зашивают на первый слой вторую сторону перегородки, а после начинают шить гипсокартон на второй слой. Тут обязательной процедурой является снятие фаски кромочным рубанком в местах среза гипсокартона. Там, где остается заводская кромка, разумеется, ничего снимать не надо. Эта процедура важна для того, чтобы маляры могли как следует обработать потом эти швы гипсовыми составами. Видите, вот здесь надрезана бумага, вот здесь даже чуть-чуть до конца не надрезал. Такие моменты оставлять нельзя, потом малярам сложно отрабатывать. Мы их в обязательном порядке вырезаем всегда, где мы видим сколы какие-то на углах, мы их срезаем. Они могут срезаны быть вплоть до вот такого состояния, это не считается критичным. Маляр, когда будет идти в общем объеме, ему будет неважно, что заделать. Маленький вот такой вот зазор, либо будет вот этот вот угол, который отломан. Ну, это чувствуется, когда по бумаге оно и видно. Но если мы оставим его, и мы намеренно увидели это, мы упустили это осознанно, да, маляр может этого не заметить, потому что они быстро уже идут, это все делают. За это отвечать должен человек, который занимается гипсокартоном. Зашиваются листы также в шахматном порядке. И если первый слой устанавливался горизонтально, то второй слой нужно крепить вертикально. Кстати, наша питерская команда тщательно подходит к выбору материала, с которым работает. Но даже к топовым производителям бывают нарекания. Обязательно смотрите, чтобы гипсокартон не расслаивался сам по себе. А если на нем есть какие-то сколы, то лучше их вырезать ножом. В дальнейшем маляр их без проблем обработает. Обязательно правильно зашивайте торцы стен. Если вы получили два открытых торца гипсокартона в одной плоскости, знайте, вы совершили ошибку. Такое место будет очень неудобно обработать маляру. Вот этот вот кусок мы сейчас не можем шить, потому что иначе, если мы зайдем сюда, потом вторым слоем мы перекроем, и нужно будет еще один слой сделать. Предположим, что мы вот отошьем сюда, также возьмем второй слой, и у нас здесь две заводских кромки. Дальше нам необходимо с этой стороны будет тоже зашить два слоя. И у нас получится здесь раз слой, и потом вот так вот второй слой. Потом впоследствии на малярке это будет очень тяжело затянуть так, чтобы впоследствии здесь не образовалась трещина. Никакой уголок, ничего это не перекроет. Поэтому правильно формируется немножко по-другому торцевой стык. Мы ставим сразу на этот торец лист, потом перекрываем этим листом, и потом закрываем этим. Тем самым у нас в шахматном порядке они все идут, один-другой перекрывает, ну, всего 12,5 мм, что любым уголком достаточно для отработки, и здесь у вас никогда не будут трещины. Как правило, мы клеим сейчас композитные ленты, но даже при использовании обычных металлических пластиковых уголков проблем с этим стыком не будет. Прежде чем зашивать вторую сторону, ребята проверяют геометрию стен провилом. И если она получилась немного выпуклая, что вполне естественно, поскольку на вторую сторону мы давали меньше нагрузок. То они ее просто поправляют вручную. Видим идеально ровную, четкую плоскость. Кто понимает, тот даже по звуку определит. Ну и, в принципе, можно пройтись по второму слою и сделать небольшую дефектовку. Обратите внимание на то, что ребята не крепят саморезы в направляющий профиль, так как конструкция жестко связывается и нет возможностей для подвижек. Ни здесь нигде не прокручено, ни даже здесь, где идет стойка, у нас не прокручено. Тем самым они развязаны между собой, могут играть там по всем направлениям, при изгибах каких-то и тому подобному. И благодаря этому у вас не будет трещин ни здесь, ни здесь. Ну, это при правильной дальнейшей отделке малярами. Затем они обязательно пропенивают зазор между полом и листами гипсокартона, чтобы туда не попал строительный мусор, который впоследствии может мешать гипсокартону играть на расширение сжатия, плюс пена даст дополнительный индекс шумоизоляции. Аналогичная процедура делается и с зазором на потолке. Но это делается уже больше с расчетом на то, что если в дальнейшем на объекте будут делаться натяжные потолки, они не будут гулять от сквозняков. И опять же, эта процедура положительно сказывается на индексе шумоизоляции. Ну и следующим этапом наши специалисты делают отверстия для подрозетников. Поскольку все кабели для розеток выведены с другой стороны утеплителя, они смело орудуют коронкой, не боясь их повредить. Потом достают кабели руками и... все готово. Хотя нет, не все. Необходимо снять фаску для подрозетников специальным фаскоснимателем. Обязательно напишите комментарий, как вам такой формат роликов. Да, мы понимаем, что зрители стройплощадки привыкли к длинным подробным роликам. Но сейчас на Ютубе такие делать нерентабельно, поскольку это огромное количество труда часов, а монетизация сейчас отключена. Но есть хорошая новость. Мы сделали ролик длиною в два с половиной часа. В нем эти же специалисты монтируют эту же перегородку, но рассказывают о всех тонкостях и нюансах, которые не вошли в ролик на Ютубе. Покажем, как мы пилим, как мы режем и что мы делаем. Покажем, как пользоваться более профессиональным инструментом. В большой версии ролика они расскажут о том, как правильно завязывать перегородки между собой. Вот часто делают вот таким образом, да, и впоследствии, когда отшивают на два слоя гипсокартона с этой стороны, мы точно так же здесь получаем два слоя картона, который потом ничем не перекроется и будет трещать. Как правильно пользоваться 3D-проектом. Две точки получили, провели прямую. И о том, какой нужен инструмент для работы с гипсокартоном. Первый пылесос у меня вообще был Интраскол, ну, потом вот появился Митаба. Смотрите двухчасовую версию этого ролика на платном сервисе Boosty, где подписка вам обойдется всего лишь в 200 рублей в месяц. Также на нем скоро выйдет ролик о том, как сделать потолок из гипсокартона, который никогда не даст трещины. И ролик о том, кто больше всех зарабатывает на стройке и почему. Ну что, в результате мы получили стену, которая вряд ли когда-то даст трещины. Кроме того, она имеет достойный индекс шумоизоляции, поскольку сделана по всем технологиям. Ну что, на этом у нас все. Ставьте лайки, пишите комментарии, особенно если вам понравился мой голос и вы хотите продолжения такого формата роликов. Ну что, пока, мои сладкие. И помните, мужчины, дорогу осилит идущий.